Анна Богданова и правильно Пепа я сказал, да? Анна Богданова ветеринар и врач-стоматолог, а Пепа счастливая кошечка. Моя, Пепа Богданова. Свинка Пепа. Кошка Пепа. Анна, расскажите, пожалуйста, часто ли кошки вообще страдают заболеваниями полости рта? Доброе утро, да. На самом деле это очень актуально. И сейчас проблема, именно о ней я хотела поговорить. Потому что чаще всего сейчас ко мне на прием обращаются владельцы с таким вопросом. Мол, ну вот играли с кошечкой, обратили внимание, что пахнет изо рта неприятно. Решили заглянуть, посмотрели. Ага, а там воспаленные десны. Может, что-то покушало просто? Нет. Десны именно воспаленные по кругу. Там бывает иногда, что прям вот прям красные. Ну, естественно, как все владельцы, они начинают что делать? Конечно же, обрабатывать, пробовать какие-то гели, мази, пасты различные антибактериальные. Даже могут сходить почистить зубы, но эффекта почему-то нет. Вот они мне спрашивают, доктор, почему и что не так? А что не так? А не так может быть то, что у кошек сейчас очень часто встречаются хронические инфекции ротовой полости. Это очень важный момент, потому что терапия между обычными воспалениями и инфекционными очень сильно различается. Вот, поэтому очень важно знать, есть инфекция в ротовой полости или нет. Как об этом узнать? Да, прийти с такой проблемой, да, к изернарному врачу-стоматологу, и мы будем делать тест. Сейчас мы его с Пепой продемонстрируем, как это делать. Давайте. Давайте кто-нибудь на минутку побудет владельцем Пепы, а я побуду с собой. Нет, прям сразу побежал, мне сразу захотелось. Я чуть-чуть привстану. Так, мне что нужно делать, как владельцу Пепы? Смотрите, просто чуть-чуть вот так ее подержать. Да, Пепа. Для того, чтобы взять мазочек из ротовой полости, на самом деле это все не больно и не страшно. Для кого? Для хозяина или для Пепы? А не для кого, это не травматично даже. Тут вот такая вот применяется палочка с мякушкой на конце, то есть она травматична абсолютно. С мякушкой на конце. С зонды. Да, да, да. Пепа, сейчас мы тебе будем тыкать палочкой. Палочка достается. Естественно, мы не беремся за кончик руками. А он должен будет, наверное, покраситься в какой-то цвет? Нет, нет, нет. То есть мы берем, нам нужна именно эпители ротовой полости. Мне кажется, Пепе делали уже раз так 10-20, наверное, за день нравится. Она же ветеринарская кошка. Она же ветеринарская кошка. Да, мы потом это все дело опускаем в транспортный раствор. Транспортный раствор. Да. Хорошо-хорошо это все перемешиваем. И это делать. Что должно произойти? Я жду, как разляжу. А, нет. Это транспортный раствор. В него помещаются клетки эпители. В эпители именно живут инфекции. То есть мы отправляем это дело все в лабораторию, подпишем Пепа Богданова и отправим его в лабораторию. Через 4 дня придет ответ с лаборатории. И лучше выждать эти 4 дня, чем, опять же, повторюсь, там, мазать, мазать что-то бесконечно. Да, лучше подождать 4 дня, приходит ответ. Если инфекции есть... Пепа уже пошла в лабораторию, по-моему. Сама. Если инфекции есть, то терапия будет вплоть иногда даже пожизненной. Либо бывает вплоть до оперативных вмешательств. Забирайте теперь Пепу вы. Она потому что пошла. Корм влияет на воспаление? Нет, корм не влияет на воспаление. Тут смотрите, если это, опять же, инфекции, то корм здесь не влияет абсолютно. А если не инфекция? А если не инфекция, нужно чистить зубы. Правда? Каждый раз в день, там, три? Ну нет, ну хотя бы один раз в день, на ночь, когда кошка уже там... Ну есть, конечно, кошки, которые едят и по ночам. Ну, желательно, чтобы все-таки после последнего приема пищи обычной марлевой салфеточкой. Паст сейчас для кошек еще так очень много. Они со вкусом... Умаживай на паста. Да, конечно. Надо не перепутать, будь утром проснулся и почистил зубы кошки. Да, да, да. Но оно со вкусом мяса. Бывает даже со вкусом печени, кто любит там, допустим. Так что отличить можно будет с утра. Да, индейки там, ну, различные, кому что нравится. В принципе, сейчас это вообще абсолютно не проблема взять и почистить. Причем кошки очень даже спокойно вот такие вкусными пастами дают. Анна, вы сказали, что вот эти инфекции, они в последнее время очень актуальны. А почему именно в последнее время они стали? Может быть, наверное, потому что их стали обнаруживать. Инфекции эти обнаружены были сравнительно недавно, наверное, ну лет, наверное, 5 всего. Но и то многие сейчас до сих пор о них почему-то не знают. Просто игнорируют, да? То есть не обращают внимания? Может быть, может быть. Просто у нас же как, когда уже сильно не запахнет, да, мы особо туда не лезем. Поэтому мой совет сегодняшнего дня, заглядывайте в рот кошкам почаще, не только кошкам и собакам в том числе. Но не давайте кошкам заглянуть в рот себе. Да, да, да. Ну, хотя бы чаще, чем обычно, да. И чистить зубы раз в день своим кошкам. Хотя бы раз в день, да. Как вы сказали, марлевую? Можно марлевую салфеточку себе сделать. Не обязательно щеткой, потому что ротик маленький, и не все кошки любят, когда им там что-то пихают в рот. Вот, просто марлевой салфеточкой на пальчик намотали аккуратно, пасточки чуть-чуть капнули, и аккуратненько под десенками. А палец не пострадает после этого? Да нет, вы же туда не пихаете. Анна, ну признайтесь, вы чистите пепельку. Конечно, мы, видите, как она даже на палочку реагирует абсолютно. Обычно по-другому, да? То есть приходится... Да, у меня на приеме бывает по-разному, на самом деле бывает до драк доходит, но ничего, справляемся потихоньку. Тем более, что это, в принципе, отравматично и не страшно. Спасибо вам большое. Анна Богданова, ветеринарный врач-стоматолог, была у нас сегодня в гостях вместе с кошкой Пепой. Следите за здоровьем зубов ваших питомцев, потому что о своем дискомфорте они нам сказать не могут. Надо следить самим. Субтитры сделал DimaTorzok